В Иванове стартовал благотворительный проект «От сердца к сердцу». Теперь перевести денежные средства в адрес фонда спасения тяжело больных детей «Линия жизни» можно будет через отделение почтовой связи. Эта партнерская программа уже работает в семи регионах нашей страны. В этом году наряду с Ивановской ее участниками станет Новосибирская и Томская области. Фонд «Линия жизни» существует уже более восьми лет и в основном оказывает помощь детям с заболеваниями сердца. За время своей работы фонд собрал более 955 миллионов рублей и помог спасти жизнь пяти тысячам тяжело больных детей. Идея создать партнерскую программу совместно с Почтой России появилась год назад. Почтальоны, по словам организаторов проекта, самые сердечные люди. Их пускают в дом и делятся своей болью от сердца к сердцу. Я думаю, что сеть отделений очень большая, по всей России 40 тысяч отделений связи. Я думаю, что каждый почтальон может эту боль детскую донести до каждого жителя нашей большой страны. А жители наши уже будут помогать этим детям, что сделали операцию, чтобы он стал полноправным членом нашего общества. Процедура перевода денежной суммы достаточно проста. Ему нужно просто прийти в отделение связи, заполнить денежный перевод на специальном бланке. И этот перевод будет отправлен нашему корпоративному клиенту в фонду «Линия жизни». И хочется сказать то, что этот перевод тарифный сбор не берется. И сумма перевода не играет никакой роли. Он может отправить и 2 рубля, и рубль, и 5 рублей. Потому что есть крупица, и складывается такое большое и нужное дело для наших детей. Только за один год существования программы было прооперировано более 700 тяжело больных детей. Но случается, что послеоперационный период восстановления только одного ребенка стоит порядка 5000 долларов. Именно такие деньги Светлана Пчельникова получает, организовывая выставки высокохудожественных авторских кукол. Придумала обратиться к известным людям, к звездам политики, бизнеса, шоу-бизнеса, к мужчинам, которые играют в куклы и тем самым спасают детей. Потому что все средства от продажи кукол, от лотереек, в которых мы собираем деньги, разыгрывая куклу, или от выставок, вся прибыль, весь доход от этих мероприятий мы отправляем на лечение детей. Уже сейчас 71-го ребенка прооперировали. Светлане удалось привлечь к благотворительной помощи не только звезд. Этот фарфоровый малыш побывал на орбите вместе с космонавтами. Нам удалось уговорить бельгийского астронавта, космонавта Франка Девина, генерала Виконта Бельгии, чтобы он в свой второй полет на Международную космическую станцию, 186 дней был полет его, и это была 19-я экспедиция, на Международной космической станции был фарфоровый малыш, обнимающий Землю. И сейчас к этому проекту присоединились звезды космонавтики, люди, которые вдохновлены на свое творчество или на бизнес космосом. Теперь этому удивительному пупсу шьет костюмы космонавты со всего мира, тем самым присоединяясь к доброй благотворительной миссии. На презентации программы «От сердца к сердцу» было также представлено издание фонда с отчетом работы за 2011 год. В этой книге собраны многочисленные истории детей, которые теперь открывают свою новую линию жизни.